В качестве как бы основы для этого клея я бы советовала использовать грунт 3. Грунт чем хорош? Первое, если есть вопросы к стяжке. К сожалению, стяжка, если быстро сохнет зима, она покрывается клещами, могут пластыр ходить и еще вот так вот глючить. Второе, стяжка. Есть простая проверка, просто берите ручку и этой ручкой по стяжке поцарапали. Если сыпется песок, старая такая проверка, знаете, когда не было большого оборудования, называлась проверка трех штыков. Брали мы просто ручку и вот так обнаносили. Три штыкова так, три штыкова так у стяжки. Если углы вот эти рассыпаются у стяжки, стяжка значит плохой твердости, значит цемент плохой, либо его мало, либо еще какие-то проблемы. То есть границы вот этих штыков, они должны быть четкие, не должно быть вот этих вот заваленных угол. Как вы знаете, как песок когда сыпется, он же не держит четко в плане. То есть в таких ситуациях, первое, это вот такое вот, это проверка на прочность, дальше трещины. Они вызывают потребность в использовании грунтов. Грунты, все вот эти производители, они предлагают разные грунты. То есть химия, вещь такая достаточно сложная. Если вы используете какой-то грунт, но поскольку здесь девушки, то они вкусны. Нанесение лака, мы все знаем, что наносит основу, потом там базу, потом влагу. И если ваш мастер маникюра будет использовать разных производителей, которые подходят у вас, потом может вот это все освоиться. То же самое здесь, химия такая же точно. Если мы используем, допустим, под звук, то мы, как правило, используем родной грунт. Если мы берем родной грунт, то есть мы стараемся, как бы вот, чтобы не было проблем со словением, со словами, со словами. Грунт первое, он ремонтирует стяжку, он ее упрекляет, делает ее очень жесткой. Потом после нанесения хороших грунтов у вас стяжка становится, знаете, как стекло. Про полиуретановые. Я говорю про полиуретановые грунты. И второе, были у нас прецеденты, когда заказчик просто-напросто не хочет ремонтировать стяжку. Он зашел, купил квартиру, заходит на объект и обнаруживает тем, что вот пласты вот так вот, перед ней, и между ними трещина. Ну, вы видели картинки, наверное, пустыня Сахара, трещина вот такие вот. И он такой в ужасе, это вот у него квартира 120 метров, все это надо теперь поднимать, все это надо вывозить, заново привозить, заново заливать. Это первое, деньги, второе время. Потому что стяжка 2,5 сантиметра сохнет в месяц. Набирает ее прочность и отдает влагу. А если стяжка 5 сантиметров, то это будет еще больше. Естественно, заказчик в ужасе, на что он ему говорит, подождите, боятся, сейчас мы всю эту проблему решим. То есть мы берем полиуретановые грунты, полиуретановые грунты, специальные у нас есть. Этот грунт либо разводим немножечко, либо ставим на батарею, немножко, чтобы он согрелся. И аккуратно проливаем все щелочки, вот эти вот трещины между этими пластами. Он приклеивает, он протекает между пластами, заливается сюда внутрь. Я почему точно знаю, потому что у меня сын в Фимском Кремле, в его квартиру. И мы столкнулись с этой проблемой. Естественно, снимать стяжку, но никому не хочется. Потому что, ну это дорого, это хлопотно, это муторно. И вообще, вот, кто уже деньги один раз заплатил за стяжку, почему ты один раз должен опять за все платить? То есть мы просто пролили вначале все вот эти вот трещинки. Все это пролилось и сюда затекло, приклеилось. А потом прошли валиком целиком. Кроме того, полиуретал, вот такие грунты, они имеют еще интересную особенность. Если у вас стяжка хорошего качества. Но, допустим, в двух местах, как бы так, просто локально, небольшая-небольшая такая вот неровность, вот такая вот ямочка. И все вот это заливать равнительно, нет смысла. Потому что все остальное, вот, в вопросах нет, возникает. Возникает вопрос вот здесь. Значит, тогда мы покупаем квадрцевый песок. Берем у нас полиуреталовый грунт. Заливаем вот эту ямочку. Насыпаем сюда квадрцевый песок, который в связи с этим полиуреталовым грунтом, прожжет и ремонт. Ну, это когда немного, допустим. Мастер прошел, у нас мастер приходит, первое, что он делает, он берет правилом и проходит все, проверяет. И дальше зависит от того, что как мы договорились с заказчиком. Либо мы это все ремонтируем, либо заказчик своих, кто это делал, подтягивает. Говорит, ребята, я вам денег дам, давайте все исправим. То есть вот можно вот это вот, такие грунтары можно локально ремонт сделать. Спасибо. Спасибо.